Всем привет! Сегодня мы вместе с вами посетим один из самых типичных и нетипичных парков, в которых мы были в Турции. А в чем же его типичность и нетипичность? Пойдемте разбираться! И посетим мы с вами сегодня Сеир Парк. Находится он в маленьком городе с населением около 20 тысяч человек. И в этом городе практически никогда не бывает туристов. Из этого можно сделать логичный вывод, что этот парк построен для местных жителей этого города. Прямо сейчас мы можем наблюдать въезд на территорию этого парка. Въезд, кстати говоря, платный и для разного типа транспорта существует соответствующий тариф. Но для пешеходов вход абсолютно бесплатный. И виды, которые открываются от самого начала этого парка, можно назвать красивыми и привлекательными. Интересно, как будет дальше? И здесь мы видим список аттракционов и мест, которые есть в этом парке. И прямо со входа в парк мы можем увидеть мангальную зону. Здесь есть беседка, где стоит стол и лавочка. А также позади, вокруг, есть мангалы, где можно зажарить или же запечь мясо. Да ну, а это всего лишь еще только начало. Нам нужно еще идти дальше, чтобы посмотреть его более полностью. А сразу же практически у входа или же выхода есть вот такое аккуратное здание, где написано, что это уборная. Выглядит она довольно аккуратно. Давайте же пройдем и посмотрим, насколько аккуратно там все внутри. Сразу же при входе слева мы можем увидеть стандартный для уборных туалет а-ля Тюрк. Ну, а во второй кабинке расположился уже более привычный для нас унитаз. Также есть обыкновенные писсуары и, конечно же, раковина с водой. Также, что довольно интересно, прямо за этим зданием находятся несколько умывальников, 5 штук. И рядом с ними стоят колбочки с мылом. Здесь можно помыть руки, овощи или еще что-нибудь, прямо заходя в саму уборную. Пройдя метров 300, мы видим еще один такой же ухоженный туалет, который мы уже видели до этого. А наверх мы направляемся по широкой парковочной зоне. Эта парковочная зона расположена вдоль всей территории зоны барбекю, а параллельно парковке также расположена проезжая часть и пешеходная дорожка. Ну и, конечно же, чем дальше мы идем, чем выше поднимаемся, тем более красивые и живописные виды открываются взору. И вот, поднявшись выше, мы прошли первую мангальную зону, но это еще не все. Поднявшись примерно на один километр выше, мы пройдем через еще одну зону барбекю. Единственное, чем неудобен этот парк для пешеходов, так это тем, что весь путь к вершине составляет один сплошной подъем. И неподготовленному человеку такой путь может показаться довольно сильным испытанием на прочность. На автомобиле же добраться до парка почти не составит труда. Время от времени нам попадались не очень свежие автомобили, которые испытывали трудности на подъеме. И вот, спустя момент, мы поднялись выше, и как мы можем видеть, обочина украшена довольно интересным узором. Выглядит это необычно, и с дороги выглядит это довольно красиво. Также красиво выглядит вид с той точки, на которой мы сейчас находимся. Отсюда прекрасно виден лес и горы. И также, если посмотреть между лесом и горами, то можно будет увидеть город. Особенно в ясную погоду все это выглядит гармонично и очень красиво. Как можно увидеть, первая мангальная зона от второй отличается не особо. Но есть одно довольно крупное отличие. Это другие беседки. Давайте подойдем к ним ближе и посмотрим на них. Беседки эти сделаны уже преимущественно из железа. Также к особенностям можно отнести то, что на этой беседке установлены спинки. А значит при длительном времяпровождении находиться в них будет намного комфортнее. Вот мы поднялись на вершину горы и пришли мы сюда довольно удачно. Так как в местном амфитеатре, который расположен в этом парке, идет тематический спектакль. Ну а мы пройдем и посмотрим на ту самую нетипичную часть этого парка, о которой я говорил в начале этого выпуска. Удача, о которой мы поднялись. А это и есть то самое интересное и неожидаемое от парка в таком маленьком городе место. Место, с которого открываются виды на весь город и то, что расположено за ним. Помимо самого города, с этой точки также видно большое количество леса и, конечно же, гор. Куда же без них? Мы подошли на другую площадку. За моей спиной находится какой-то ресторан. У него довольно интересный дизайн, но не будем долго зацикливаться на этом моменте. Мы подошли на интересную площадку, с которой открывается идеальный вид на этот город. Давайте же посмотрим на него. С этой площадки виды открываются еще более красиво. И город уж здесь виден целиком. И по сути, у нас как на ладони. Складывается такое ощущение, что смотришь не на город, а на миниатюру с маленькими домиками. А внизу расположена надпись «Корпуты Ли Сеир Парк». Сами по себе виды с этой площадки просто великолепны. Взору открывается дивный вид. И все это ограничивается лишь возможностями человеческого зрения. Ну и, конечно же, горами, которые можно увидеть недалеке. Ну а нам осталось дождаться вечера, когда включится освещение в городе, чтобы посмотреть, насколько изменится вид этого города в более позднее время суток. Как я и говорил, в начале этого видео этот парк не совсем типичный. В нем присутствуют особенности, которые отличают его от других парков, в которых мы были. Помимо обычной детской площадки, которую можно найти в каждом парке здесь, я увидел то, что не видел в тех парках, которые я уже посещал. В этом парке есть довольно интересная площадка для развлечения под названием «Парк выживания». Это место можно отнести к экстремальным видам отдыха, так как игровая площадка находится на некотором расстоянии от земли. Этот аттракцион можно увидеть, если присмотреться вдаль. Ориентиром будут два больших огня, что горят на крыше этого аттракциона. А выше, на самой горе, можно увидеть площадку для кемпинга. Туда люди приезжают на своих автодомах или же привозят с собой прицеп, на котором стоит дом на колесах. На горе есть все необходимые условия, которые необходимы любителям кемпинга. Спустя какое-то количество времени свечерело, везде зажглись фонари и все освещается. И давайте же посмотрим, насколько красивым стал город и вид с этой площадки. Насладившись красотой ночного города, мы спустимся вниз к началу парка, для того, чтобы посмотреть, как работает освещение в начале парка в зоне барбекю. И вот мы спустились в начало к зоне барбекю. И давайте же посмотрим, насколько здесь все освещено вечером. И как мы можем видеть, зона барбекю достаточно хорошо освещена. И здесь стоит фонарь прямо возле самого мангала, а также есть небольшие фонарики. По всей территории мангальной зоны. В целом, вся территория достаточно хорошо освещена. А как считаете вы, такой парк для города с населением в 20 тысяч человек выглядит хорошо или так себе? Как считаете вы, напишите в комментариях. Мне интересно будет почитать, я каждому отвечу. Ну а если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok